Здравствуйте! Организаторами слёта выступили представители комиссии по делам женщин и социально-демографической политики при Акиме области совместно с областным советом деловых женщин. В ходе мероприятия были рассмотрены и обсуждены вопросы, касающиеся укрепления института семьи, материнства, отцовства и детства, а также развития женского бизнеса на селе и создания новых рабочих мест. Сегодня женщины говорят о том, что семейный бизнес развивать хотят. И они поднимают вопрос, кто занимается семейным бизнесом в отдалённых сельских округах и как можно с ними общаться. И мы хотим это всё консолидировать и соединить друг с другом, чтобы они побольше общались. И в перспективе, я думаю, что мы будем проводить конкурсы, семинары для развития семейного бизнеса. Как рассказали организаторы слёта, на мероприятия съехались женщины различных направлений профессиональной деятельности. Здесь были учителя и медики, общественные активистки, но большей частью приехали представительницы частного бизнеса и организаций, так или иначе связанных с ним. К примеру, Екатерина Лещенко возглавляет в Мартуке местный бизнес-инкубатор. Общественное объединение занимается схожими видами деятельности с палатой предпринимателей от Амикен. Но в данном конкретном случае работает организация с сельскими предпринимательницами на местах. Когда человек занят делом, что-то делает, проблемы всегда есть и будут. Это моё мнение. В том числе и на селе. Но по мере возможности, конечно, меня очень радует. Вот, допустим, когда начинал деятельность наш фонд, это 2003 год, тогда людям что не хватало в основном? Это информации и знаний, ведение предпринимательской деятельности. Вот с этой целью мы создали фонд. Тут мы им это помогли. Сейчас уже такой проблемы нет. Сейчас очень много информации. Сейчас очень много государственных, неправительственных организаций, которые оказывают поддержку. И как начать бизнес, вы прекрасно знаете. То есть было бы у людей желание, в том числе у женщин. Как говорят сами предпринимательницы, времени для бизнеса у женщин хватает. Даже с учетом воспитания детей и ведения домашнего хозяйства. В основном в селах женщины задействованы в сфере услуг. К примеру, у Гульсары Кинжибаевой в Кандагаши сеть салонов красоты. Причем работают они не только в районном центре, но и в окружающих селах. Нормально работаю, жалобы нет. Я уже почти 20 лет работаю. Сама, как парикмахер, 30 лет. Имею стаж. Четверо детей, большая семья. Ну, конечно, так хорошо. Надо, я вот скажу, да, даже советую молодым, чтобы не оставаться. Надо все вперед и вперед. Сельские акимы также склоняются к мнению, что с каждым годом количество женщин-предпринимателей только увеличивается. Связывают они это с улучшением качества жизни и, как следствие, появлением новых потребностей у местных жителей. Огромную роль в увеличении доли женского бизнеса играет также свободный доступ сельчан к информационному полю. В сфере торговли, в сфере услуги, у нас основные услуги занимаются все. Женщины у нас в сельском округе сейчас три дорожных кафе, в сельском округе еще три кафе, 15 магазинов у нас, парикмахерские, швейные, все работают у нас. И всем этим занимаются женщины? В основном все женщины. В ходе слета для участниц были организованы экскурсии по новым областным объектам социально-экономического назначения. Кроме того, 13 самых активных женщин в развитии сельского бизнеса и социальной сферы были награждены благодарственными письмами Акима области Бердебека Сапарбаева. Как отметил в своем обращении к делегатам слета заместитель Акима области Ербол Нургалиев, сложно переоценить вклад женщин-бизнесменов и политиков с развития социально-экономической жизни нашего региона. Бизнес с женским лицом ставит своей целью не только получение максимальной прибыли, но и поддержку сограждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Женщина вообще очень активна, особенно в нашей Активинской области. Вот по программе занятости 2020 из 357 человек 2000 женщин открыли свой бизнес. Это показывает активную роль женщин в развитии в целом среднего и малого бизнеса в нашей области. С первых дней обретения независимости главой государства уделяется огромное внимание поддержке социально-экономических слоев населения, особенности детей, оставшихся без родительского попечения. Обеспечение жильем детей и сирот является приоритетом нашей работы. Многие актюбинцы также убеждены, что у будущего отечественного бизнеса женское лицо. Переход к зеленой экономике и высокотехнологическому производству позволит сократить долю ручного труда в промышленности и высвободить творческий резерв у сограждан. И там, где раньше тон задавали представители сильного пола, в перспективе сила будет на стороне прекрасной половины человечества. Мне кажется, сейчас женщины все больше проявляют себя в профессиях, которые раньше были чисто мужскими. И в том числе в бизнесе. Конечно, у нас, в Казахстане, роль мужчины всегда будет главной. Но женщины сейчас почти не отстают от нас. Я думаю, это наоборот хорошо. У меня много знакомых и подружек, кто сам сейчас пытается продвинуть свой бизнес или их мамы. Сейчас очень много девушек, работающих в интернете, в соцсетях. Раньше это было возможно только на Западе. Но сейчас до нас дошли стартапы и новые технологии. Девушкам не обязательно открывать парикмахерские или ателье, чтобы продавать свои услуги в Ак-Тубе. Работать в интернете можно по всему миру. Как отметили организаторы, слет планируется сделать ежегодным. Мало того, проводить подобные предваряющие слеты будут и в районах. Таким образом, руководство Совета деловых женщин хочет охватить активной деятельностью практически всех женщин региона. Это была рубрика подробностей. Я ее ведущий Антон Пережогин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова